Данные для книги собирались из архивок, заметок районных областных газет, военкоматов и советов ветеранов. Публикация новых сведений станет еще одним важным источником информации для всех, кто изучает события Великой Отечественной войны. Мы были одними из первых много лет назад, кто начал эту работу еще по книге памяти и продолжаем ее сегодня. Сегодня я вас хочу заверить, что эта работа не будет остановлена в регионе до тех пор, пока имя каждого нашего героя не будет увековечено. Кроме печатного издания есть и электронная версия проекта, где каждый может добавить фотографии или информацию о своих родственниках, защищавших нашу родину. В данной книге помещена моя статья, посвященная Таласскому пехотному училищу, которое было эвакуировано в Рязань, в Рязанскую область в конце 1942 года и функционировало в Скопине до 1946 года. Дело в том, что училище-то оно не должно было находиться здесь, в Рязанской области, оно должно было находиться на станции Шатки, Казанской железной дороги. Но когда училище эвакуировали, выяснилось, что казарменного фонда для училища там нет вообще. И поэтому было принято такое спонтанное решение выгрузить личный состав училища в Скопине. Было передислоцировано 239 военнослужащих. Во время презентации «Много теплых слов» было посвящено Ильде Антошиной, которая в апреле 1992 года стала старшим научным редактором областной книги памяти. Она более 20 лет руководила рабочей группой по публикации изданий книг памяти Рязанской области и «Солдаты Победы» 1941-1945 годы. 4 января 2021 года Ильда Антошина ушла из жизни. Ее работа будет продолжена. Наша святая обязанность – это сохранить память о самой страшной, самой кровопролитной войне. Сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, которые мужественно сражались в этой войне. И я считаю, что наша святая обязанность как молодежи – это сохранить и передать память о подвиге последующим поколениям. Книгу «Солдаты Победы» 1941-1945 годы доставят в библиотеке Рязанской области. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует...